Приветствую вас, дорогая церковь! Каждый раз, когда мне дается возможность выйти и проповедовать Слово Божие, то всегда сердце наполняется такими переживаниями, что, я думаю, единственные, кто могут это понять, которые стояли на этом месте. Поэтому давайте помолимся, чтобы Бог успокоил мое сердце. Отец Небесный, я благодарю тебя за еще одну возможность. Быть в Доме Твоем, быть преднародом Твоим и делиться размышлениями над Словом Твоим, делиться тем, что написано в Писании. Господь, я прошу, благослови уста мои, благослови сердце мое, благослови, Господь, эмоции и нервы, чтобы они успокоились, чтобы я мог передать то, что Ты положил на сердце мне. Господь, я также прошу Тебя и о людях, которые слышат Слово Твое. Пусть оно работает в сердцах, пусть обновляет разум Господь, и пусть Дух Святой работает в жизни каждого из нас. Все это прошу во имя Твое, для славы Твоей. Аминь. Джон Ньютон, человек, который написал всем известную песню «Великая благодать» или «Amazing Grace», в одном из своих писем написал такую фразу «Наших грехов их много, но его милости больше». Эти слова вдохновили двух человек написать также хорошо известную песню «Our sins there are many, his mercies are more». «Наших грехов их много, но его, Божьей милости, больше». Человеку невозможно сосчитать, сколько грехов он совершил в своей жизни, за всю свою жизнь. Но мы знаем, что достаточно одного греха, чтобы человек лишился вечности с Богом. Это написано, мы знаем, в Римляниях 6.23 написано «Возмездие за грех – это смерть». Человека, который не примирился с Богом, в конце ожидает вечную смерть. И удивительно то, что многих людей в этом мире это не пугает. То, что не примирившись с Богом, их ожидает смерть. Большинство людей это не пугает. Мы сегодня не видим, чтобы люди падали мертвыми, как это произошло с Ананией и Сапфирой, когда они согрешили. Или чтобы смерть настигла всего семейства, как мы это видим в жизни Ахана и его семьи. Именно об этом мы будем сегодня размышлять. В чем же заключается опасность греха в практической нашей с вами жизни? Самое простое, может быть, не страшное объяснение на этот вопрос мы слышали сегодня в проповеди утром, где Саша процитировал притчи, 28 главу, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто осознается и оставляет их, тот будет помилован». «Если мы не сознаемся в своих грехах, если мы их не открываем, то мы их скрываем. Тем самым мы не будем иметь успеха. А все потому, что опасности греха заключаются в следующем. Грех уведет нас дальше, чем мы когда-либо планируем пойти. Грех удержит нас дольше, чем мы когда-либо намереваемся остаться. И грех будет стоить нам больше, чем мы когда-либо собираемся заплатить. Син will take us further, than we ever intended to go. Син will keep us longer, than we ever intended to stay. And sin will cost us more, than we ever intended to pay. Давайте вспомним отрывок из книги Иисуса Навина. В шестой главе мы видим, как Иисусу Навину приходит вождь воинства небесного, и говорит, что они должны пойти и завоевать Ирихон. И в мельчайших деталях он объясняет ему, как они должны это сделать. Вплоть до каждого действия каждого человека, что именно им нужно сделать, чтобы завоевать Ирихон. Интересно уточнить то, что евреи, которые вышли из Египта, первоначальный народ уже вымер. Получается, остались в живые только Иисус Навин, Халев и все, кому было девятнадцать и меньше, когда они вышли из Египта. И этот народ первый раз вступает в битву, в битву с Ирихоном. И весь этот народ впервые вступает в битву, потому что Бог сказал, «Пойдите, возьмите в руки ваши, передаю Ирихон». И перед входом в Ирихон Иисус прозносит заклинание. Мы видим это в шестой главе, в шестнадцатом стихе. Иисус говорит, «Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу, только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятия и не сделать ему беды, и все серебро, и все золото, и сосуды медные и железные добудут святыню Господу и войдут в сокровищницу Господню». Израильский народ в точности исполняет все, что им было сказано, и побеждает. Не потому, что они такие сильные или потому, что они такие праведные, но исключительно потому, что они полностью доверились Богу, и Бог предал Иерихон в руки их. Затем в 7 главе мы видим, как Иисус уже сам принимает решение, и Он посылает людей в город Гай на разведку. Люди сходили на разведку, вернулись и говорят, что по ходу дела надо завоевать и Гай. Но не стоит утруждать весь народ, двух-трех тысяч будет достаточно. Иисус соглашается с этим, отправляет народ, и они терпят поражение. В поражении 36 мужей умирают. Иисус Навин разрывает свою одежду, и теперь он обращается к Богу, чтобы Бог объяснил, почему это все случилось. Ведь Бог обещал дать им всю землю, во владение, так почему же проиграли битву? Потому что Иисус Навин не согласовал свои действия с Богом. Бог бы открыл ему, что среди вас находится заклятое, и что на Гай не стоит нападать, пока не разберетесь с грехом, который находится в вашем стане. У Бога был план на город Гай. Мы это видим в 8 главе, где Бог вновь в деталях объясняет Иисусу, как завоевать этот город. И они его завоевывают. Интересно, что если в Ерехоне нельзя было брать награбленное, то в Гае Господь разрешает взять награбленное себе. Но охан не мог дождаться этого. Давайте посмотрим, в чем же была опасность греха Ахана. Первый пункт. Грех увел Ахана дальше, чем он когда-либо планировал пойти. Иисус Навин, 7 глава, 21 стих. «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот, оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Ахан признается в том, что он взял из заклятого. Но обратите внимание на то, что он сделал с этими предметами. Он взял одежду, взял золото, спрятал среди шатра своего. И интересно, вот эта деталь и серебро под ним. Зачем такая точная деталь? Вот серебро под ним. Если мы посмотрим в книге «Исход», 26 глава, 30 стих. Господь дает точное повеление, как нужно построить скинию. Особенно всю скинию, но мы сейчас будем говорить о скинии святая святых. И с 30 стиха мы читаем. «И поставь скинию по образу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой, червленой шерсти и крученого весона. Искусные работы должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четыре столба из сети. Обложи их золотом, золотыми крючками, на четырех подножьях серебряных. «И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилища от святого святых». Я попытаюсь объяснить. Да, мы четыре столба, которые были сделаны, обмотаны золотом, поставлены в серебряные подножья, чтобы не было прикосновения с землей. И это все обвешивали завесом. Что делает Ахан? Он берет одежду, он берет золото, закапывает и ложит под них серебро. Другими словами, Ахан сотворил себе свою святую святых и сам совершал служение в своем шатре. Ахан, может быть, и не планировал так далеко дойти, но грех привел его к тому, что он сначала увидел, потом полюбил, потом взял или, можно даже сказать, украл у Господа, принес свой шатер, спрятал, сотворил себе свою скинью. Видите, какой путь проделал Ахан? А все началось с того, что он увидел. Второй пункт. Ахан, грех Ахана, удерживал его дольше, чем он когда-либо намеревался остаться. Мы дальше читаем в 7 главе с 13 стиха. Написано. «Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку». Ахан уже сразу узнает, что Богу известно, что заклятая находится среди Израиля. Он изначально мог бы выйти и раскаяться, сказать, что я взял, это из-за меня, но он этого не делает. Ахан ждет, пока Бог указывает на колено, он ждет, пока Бог затем указывает на племя, потом семейство, и вплоть до того, что уже на Ахана пальцем ткнули, ты это сделал, только потом Ахан признается. Может быть, Ахан думал, что найдется кто-то еще, кто взял заклятое, и что ему ни одному придется понести наказание. Или, может быть, он думал, что кто-то еще, кто взял из заклятого, их обнаружат первых, а его не заметят. Как бы то ни было, грех задержал Ахана дольше, чем он когда-либо намеревался остаться. Третий пункт. Грех будет стоить Ахану больше, чем он когда-либо собирался заплатить. Также в седьмой главе Иисуса Навина с 24 стиха мы читаем. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их в долину Охор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня, посему то место называется долиною Охор даже до сего дня. Задается сразу первый вопрос, а при чем здесь дети его? Ведь Ахан согрешил. Написано, что и сыновья, и дочери вместе всех убивают, вместе с ним. В книге Изекииля, 18 главе, 20 стихом написано. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем останется. Грех Ахана распространился на его сыновей и дочерей, на всю его семью. Они вместе с отцом осознанно принимали участие в этом грехе. Поэтому и понесли наказание за свое преступление, которое распространилось. Мы также знаем, что в Ветхом Завете все, что нечистое, или кто был нечист, если он прикасался к чему-либо или кому-либо, это сразу становилось нечистым. Поэтому все, что было у Ахана, включая его животных, его шатер и все, что было в его имении, все предали заклятию и сожгли. Какой же нам стоит сделать вывод из всего этого? Если при совершении греха мы сразу не исповедуем его пред Богом, то первое – это один грех уведет нас дальше, чем мы когда-либо думаем за ним пойти. Этот один грех удержит нас дольше, чем мы когда-либо намереваем в нем остаться. И этот один грех будет стоить нам больше, чем мы собираемся за него заплатить. Последнее, что хотел бы отметить, это грех Ахана стоил ему не только его жизни, жизни его детей и всего имущества, но также жизни 36 людей, которые умерли. В битве против Гая. Мы, может быть, это не замечаем, но наши грехи, они касаются всей церкви. Так как мы одно тело, то, что мы делаем в нашей жизни, если мы это не приносим пред Богом, если мы это держим в себе, мы наносим вред не только себе, не только нашей семье, но мы можем принести вред и всей церкви. Интересно, что придя к Богу, открыв свои грехи, одним касанием Бог нечистое превращает в чистое. Если в Ветхом Завете все, что было нечистое, прикасалось чистое, оно автоматически становилось нечистым, то в Новом Завете, после смерти Иисуса Христа, все, что нечистое, что приходит, чего Господь касается, сразу становится чистым. Да поможет нам Бог оценивать опасность одного греха в нашей жизни и не медлить покаяться пред Богом. Аминь. Будем молиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА